Добрый день, или вечер, или ночь, или утро, господа и примкнувшие дамы, инстаграм Иван. Собственно говоря, мы с ним пьем, как всегда, вискари, поэтому сегодня у нас очередной вискарь, на этот раз без всяких дорогущих ста и более долларовых напитков, а простой, банальный, за 9 баксов шотландский бленд, который называется Label 5. Вот такая вот штука. Ваня сказал, говорит, я ее надыбал, давай попробуем. Давай попробуем. Да, я ее не пробовал, то есть что меня сейчас очень так, не знаю, с одной стороны радует, нету вообще никакого описания. То есть, ну понятно, белорусская наклейка, а конкретно самой бутылки, то есть, ну понять, где что, ну кроме количества спирта, тяжело. По белорусской наклейке. Белорусская наклейка нам говорит, что в составе здесь дистиллят виски, умягченая вода, пищевая добавка, краситель, сахарный колер простой. Если все там. Правда это, неправда мы не узнаем, потому что белорусская наклейка обычно клеится по нашему ГОСТу, а не потому, что там на самом деле есть. Ну это на самом деле классический состав. Сзади что там пишет? Ничего. Выгнан и выдержан в Шотландии под контролем нашего блендера, чтобы сделать элегантный и богатый бленд вкус. Да, то есть, что пишут? Будем найти, если что-нибудь. Ну что, Ваня, будем пробовать? Надо. Честный 0,5. На самом деле это такой, я вот называю этот ценник, виски побухать. Да, вот напопись, да. Да, то есть, если вы не пьете водку, ну это нормальные виски побухать. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем, может его и не стоит пробовать. Белорусский гребаный акциз. Как ты меня... Понимаете, вот он теперь еще и не рвется, да? Ну, благо наливачки нет уже плюс. Уже. То есть, можно просто по-человечески лить. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну, конечно, хорошо. В кровани открытым стоит. Пускай дышит. Дышит, да. Пускай дышит. Виски за 9 баксов уже должен дышать. Конечно. Ему же надо дать подышать. Ну что, будем нюхать? Ну что, мы будем смотреть? Давай понюхаем. Шоколадка. Ну, я бы сказал, шоколадность есть. Мне нравится, что спирта нет. Ну, есть, ну, такой очень отдаленный, очень-очень. То есть, ну... Не, ну, то есть, ну, обычно, вы знаете, дешманские вискари, они обычно в спиртях и в них чувствуются. Здесь ее немного. Ну, и кислость какая-то есть, ванилька вот эта. Ну, фруктов каких-то не чувствую прям. Фрукт, ванилька. Ну, и фруктов нету, я забыл. Ванилька есть. Ну, на самом деле, ваниль практически всегда есть. Почти в любом. Ну, ванилька в блендах, наверное, практически в каждом. Потому что... Главное почти во всех односолодах присутствует. Потому что, нет, ну... Ну, кроме копченых этих, в которых хрен разнюхаешь, что-то кроме дыма. Если, допустим, там хайландовские, спейсадовские, там всегда фрукты есть, однозначно. Да, согласен. Ну, кстати, я вот смотрю такие по ложкам на бокале. Ну, они такие, конечно, не сказать, что прям сильно устойчивые. Ну, норм, норм. Надо пробовать. Честно говоря, я даже не знаю, какие они спирта смешивают, каких... А тут не написано ничего, поэтому... Ну, сидеть гуглить, это... Ну, серьезно, гуглить вискарь за 9 баксов. Типа, мы сейчас выпьем, и потом скажем, можно это пить или нельзя это пить. И, в принципе, этого должно быть достаточно. Надеемся, что надо. Пробуем. Даже торф появился. Ну, кстати, есть торф. Хороший, чтобы попить вообще хороший. Вообще прям мне нравится. Ну, и даже я только хотел сказать, сука, сжется. Но, знаешь... И он сразу пропал. Он так вот начал по рецепторам восходить, и пропал нахрен это сжение. То есть, нету сжения такого. Ну, может быть, там зерно уже, да, какое-то же будет в любом случае. Может быть, ну, есть... Ну, скорее всего, ячмень какой-то прибыл, да. Да, есть что-то такое. Ну, кстати, торфянистость... Ну, вот торфянистость есть. Вначале очень сильно. Вот первое... Легкая копченость. Я бы даже сказал, что это на Беллс чем-то похоже. Только Беллс сжется сильнее. Ну, Беллс, он на самом деле, трехи такой спиртозный. Ну, так я говорю, он яркий такой. А это, знаешь, только приглушенные... И, кстати, очень удивительно, что для напитков такого, скажем так, формата довольно длинное послевкусие. Да, слушайте, мне кажется... Сейчас, секунду. Да вообще норм, чтобы побухать, вот норм. Откровенно говорю, за 9 баксов это вполне себе пивабельная хрень. То есть, не, стойте, это, ну... Если вы любите виски, это не для вас. Потому что это не виски. Это, ну... Не Нарочанский, правда, конечно. О, знаменитый Нарочанский. Нарочанский это, ох... Винокурня Нароч, она находится за гранью добра и зла. Это... Вот если ад существует на земле, он где-то, мне кажется, там. И там этот вот демон, он сидит в этом котле. Вунш-пунш. И варись, варись, варись. Вот эта вот хрень свою мешает. Потому что там технологи просто... Мне ещё в паричах технологи тоже... Прошу за это, простить меня за это слово. Но мы можем материться, у нас 18+. Поэтому... Ну, запикает нормально. Я запикаю потом это. Весь наш разговор останется. Дважды пикать. И вот это тоже. Паровоз, да. На самом деле, потому что в паричах тоже... Я просто расскажу сейчас. Меня бомбит от этого ситуации. Значит, у парича есть виски, который нам когда-то понравился. А, да, да, да. Который называется Оакленс. Односолодовый. Белорусский, первый виски, нормальный, трёхлетняя выдержка. Всё, как положено по технологиям. Не меньше, ну, чем надо. И когда-то мы его купили, когда была его первая партия. И мне в прошлом году около лета, там, может, в мае... Не, летом. Мы в июне его покупали. А, вначале в мае, потом ещё раз. В итоге, мне он реально понравился. И Ваня тогда первый раз, на второй уже там Ваня находил немного. Но он 17 рублей стоил, что вы хотите, за одно солод. Но он был вкусный. И он, я его честно назвал такой, знаете, лафройк для бедных. То есть, там был торф, там был дым, там была мать Вишневского. Вот что же мне... В этом году, недавно, мы с Иваном отправились в командировку в город Светлогорск. Было дело. И я перед этим думаю, ну, что же пить по пути в Светлогорск ехали. Мы сами не за рулём были, поэтому нам можно было... А, как вы понимаете, если я куда-то еду достаточно далеко, ну, если хорошая компания, а у нас с вами хорошая компания... То я не еду. Чего нам не подбухнуть, да? И я вспоминаю, что есть хороший вискарь, там, за 17-18 рублей. Покупаю эту штуку. И знаете, что происходит? Мы его открываем, а вместо дыма, торфа и моих любимых мать Вишневского и прочего, там, сука, гнилая груша. Ну, там, на самом деле, мне вот уже с лета, когда мы, наверное, второй или третий раз пили, Оклендс, я до этого считал это напитком, ну, за свои деньги прям бомбически. Да. Но потом начала проявляться очень сильно химоза. А вот когда в этот раз уже, когда мы с Олегом ехали, там уже не стало проявляться химоза. Там просто... Просто говнище. Химический напиток. То есть я уже не мог. Вот. И на самом деле, вот сейчас Label 5, то есть, ну, вначале было нормально. Он сейчас оператор орёт перетест. Перетест. Ну, мы когда-нибудь... Так он сам портит нам тест, поэтому... Купишь? Купишь? Запишем. Вот. Я просто хотел сказать... Короче, самое интересное, оператор купил той же серии, был, сейчас, секунду, и ты скажешь. А, про Клэнс? Запомни, да. Купил той же серии, что мы в маршрутке, ну, в машине, когда ехали, сказали говно. Он сказал, говорит, а мы на работе с коллегами выпили, и всем так понравилось. У нас даже дата бутылки сошлись. Мы с тобой проверяли дату бутылки. Тут, конечно, на вкус и цвет. Тут, на самом деле... Это вкус и цвет, но я ещё раз говорю, я помню его в одном исполнении, и он абсолютно изменился. И это уже для технолога просто надо прийти и втащить, потому что технолог... Слушайте, мне кажется, мы слишком долго говорим про ОКлэнс. Да. Ты хотел что-то договорить? Договаривай про него и забывай. Я хотел договорить насчёт Label 5, что... Я тогда пока налью. Всё-таки длинное послевкусие, которое было изначально приятным, через где-то секунд 30 немножко на языке остаётся немножко какой-то химии. Говница. Немножко такого что-то есть неприятного. Пожуй. То есть нельзя похвалить его прям, ну, то есть безоговорочно и говорить, что это прям, ну, лучше виски в дешёвом ценовом диапазоне. А я знаю, что я скажу, какой его плюс большой. Вопрос, в чём хорошо снимать бискари? Тем, что моя щепота начинает прогреваться, мне становится хорошо. Ну, после 60 градусов, да? Да, а здесь, кстати, 40, но тоже ничего. Не, на самом деле, давай так быстро подведём по запаху. Здесь, короче, ванилька, я согласен, есть, шоколадность вначале присутствует. Шоколадная такая, может быть, какая-то карамелька, либо шоколадка. Спиртяге вначале сильной не было, это плюс большой. Да, да, да. А по поводу вкуса, ну, виски-виски. Лёгкий торф есть, вот. Да, торфионистость мне нравится. Какие-то бочки не очень сильно выраженные есть. Ну, на самом деле, не очень богатый по вкусу. Где-то сладковатость лёгкая. Да, не очень такой, ну, типа, разнообразный по вкусу, но при этом послевкусие... Нет, слушайте, ну, побухать приятно. Я бы сказал, что со свою цену он вполне достоин баллов 8-7,5. Я уже не буду, конечно, по баллам, но на самом деле это очень отличный напиток под коктейль. Вот прям... Стой! У нас есть... Кола. Кола? Я думал, ты хотя бы с соком его. Сейчас тебе с соком. Не надо, надо это. Давай с колой, дружище. Давай сейчас проверим. Сейчас мы скажем, как с замесом. Потому что меня иногда зрители ругают, почему в разных формах не пьёте. Сейчас будет. Господа, замес с колой проверяем. Ну, я думаю, не нюхать нет смысла, потому что кола перебьёт всё. В замесе с колой пропадает ваниль и шоколадка, остаётся лёгкий спирт и кола. Короче, на самом деле лучше пить чистому. Не, чего? Просто можно больше наливать виски, меньше колы и всё. А, и будет нормально. Или, наоборот, больше колы, меньше виски, тогда просто будет кола. Короче, ребят, там КВН, кто играет, там скоро будет 1 восьмая. Приходите, берите, наливайте колы, будет лоб. Кстати, да, на заряженную колу... Во! Это так просто, чтобы когда на сцену выходите, чтобы вы ещё могли говорить. В общем, на самом деле, короче, я говорю, наверное, всё-таки 7 с половиной. И для своих денег это нормальный напиток. Больше я могу сказать. Всё, ещё раз спасибо за то, что вы это смотрели, за то, что вы терпели меня. И меня. Наслаждались Иваном. За то, чтобы вы подписывались на канал. Мне просто оператор вот так вот показывает. И вы пальцем. Знаете, там, ну, как будто 13-летний подросток первый раз увидел порно. Подписывайтесь на канал, если вам это нравится. Если вам это не нравится, не отписывайтесь. Можете ставить дизлайки, я разрешаю. Главное, что? Главное, чтобы что-то ставилось. Спасибо большое. До новых встреч. Пока. Чус-чус.